Фильм Мартина Скорсия «Зе таксист» не просто шедевру мирового кино, заслуживший золотую пальмовую вет и численные номинации. Это произведение, которое открывает нам возможность заклянуть в глубины души человека, чьи внутренние демны так могут быть похожи на наши собственные. Роберт Де Ниро в роли Трэвиса Бикла привносит в картину поразительную живость. Пережив вьетнамскую войну, Трэвис возвращается в Нью-Йорк и сталкивается с неприятием общества, а его бессонница лишь усугубляет внутренний кризис. Устоявшись с таксистом, герой ночь за ночью становится свидетелем человеческой порочности. В этом безбожном мире он обретает надежду в лице девушки Бетти, которая вскоре разочаровывает его. Сначала он лишь наблюдатель, но в один момент решает взять ответственность за порядок в городе на себя. Скорсия засравнивала Трэвиса с Артуром Бремером, который в 1972 году совершил покушение на Джорджа Уоллеса. Кандидат президента получил пять полевых ранений, но смог выжить. Фильм определенно имеет социальную повестку и отсылает и к вьетнамской войне, и к уторгейтскому скандалу, который закончился отставкой Никсона. Несмотря на то, что Шреддер, сценарист фильма, говорил, что есть вещи, которые он сделал бы по-другому, нежели Скорсиеза, они вместе стремились создать искусство на века. По словам Шреддера, Де Ниро говорил, что таксиста будут смотреть через 50 лет, и неважно, все ли посмотрят его в 1976 году, в день выхода на экран. Для своего времени картина была смелой, и в ней открыто показывались насилие, жестокость, сутенерство и порно. Таксист стал возможен после отмены в 1967 году Этического кодекса Американской ассоциации кинокомпаний, также известного как Кодекс Хейса. Скорсиеза не лишал фильм и отсылок к религии, и видит их, когда Трэвис изжигает цветы перед тем, как отправиться убивать. И когда он покупает оружие, а дилер раскладывает пистолеты по одному на бархате, как на алтаре во время мессы. Трэвис Биккл мечется между противоречиями и доводит себя до логического завершения. В финале режиссер нарушает устоявшиеся нормы откровенностью и ожесточенностью сцены. Впоследствии можно увидеть схожие черты в творчестве Тарантино, например. Таксист не только оказал влияние на отдельных режиссеров, но и задал вектор для целого типа героев американских боевиков. Героя Сигала, Уиллиса, Сталлоне, как Трэвис одиночки с изуродованным суровым прошлым жизнью. Они страдают от одиночества, им нечего терять, они действуют самоотверженно и принимают каждое столкновение как последнее. Параллели можно провести и между Трэвисом Биклом и Данилой Багровым. Данила, как и Трэвис, вернулся с войны. Он умеет обращаться с оружием и ищет себе место в новой реальности. Оба героя берут на себя роль законодателя и устраивают самосуд, когда убивают тех, кто не вписывается в их моральные представления. Больше всего общего у Трэвиса и Артура Флека, Джокера. Они оба одиноки, наполнены отчаянием и ожесточенностью. Оба чувствуют отвержение обществом и нервное перенапряжение, которое у Трэвиса выражено в бессоннице, а у Артура в приступах смеха. Не секрет, что Джокер был вдохновлен именно таксистом. Они ведут дневники, пьют таблетки, перевоплощаются, когда доходят до пика и совершают убийство. Трэвис целится в зеркало, а Джокер – телевизор. Трэвис носит маску в виде красного пиджака, а Артуру скрывается за гримом. Оба героя хотят перестать быть лишь функцией и исполнителем роли шофера или клоуна. Они хотят быть, в первую очередь, замеченными и обрести субъектность. Сперва Трэвис и Артур пытаются стать частью общества, но оно их не принимает, и тогда у них исчезают силы терпеть. Таксиста можно разделить условно на две части. Первый – Трэвис пытается найти свое место и приспособиться к новой жизни после возвращения с войны. Во второй – он находит цель и переходит к активным действиям. Дни проходили размеренно, один за другим, и вдруг все изменилось. Трэвис переживает состояние, которое могут быть знакомы многим. Он ощущает несовершенство мира и желание его изменить. Биккл ищет свое место в жизни и ее смысл. Он сталкивается с безразличием и своей отчужденностью. Трэвиса поглощает чувство одиночества, несмотря на то, что он постоянно находится вместе с другими людьми. В фильме исследуются не столько пороки отдельной личности, сколько искажения всего общества, которое оказывает на него давление. Ведь каждый из нас в какой-то степени является продуктом окружения, и наши выборы действия определяются культурой и моралью эпохи. В 70-е – время переосмысления ценностей в Америке. То, что в 60-е было табу, к 70-м превратилось в культурный феномен. Кинотеатры с порнографическими фильмами привлекали массы. Главный герой, Трэвис, не видел ничего предосудительного в таких картинах. Он считал их нормой. Пригласив Бетти на одну из таких лент, он искренне удивился ее отторжению. Ведь для нее это было что-то чуждое, выходящее за рамки ее моральных принципов. В эту эпоху американское общество было разделено, как никогда, на два полярных мира. День и ночь, свет и тьма. Этот дихотомичный мир Трэвис наблюдал каждый день, работая таксистом. На одной стороне лицемерие и равнодушие, на другой – жестокость и аморальность. Все это он впитывал, становясь свидетелем чужих историй, как, например, рассказ персонажа, воплощенного Скорсиеза, о планах убийства собственной жены. Я убью ее, застрелю из пистолета. Знаешь, что будет, если я выстрелю ее прямо в лицо? От лица ничего не останется. Кровавая месива. Ты даже не представляешь, что будет, если выстрелить между ног. Внутренние демоны Трэвиса накапливались, пока он не решил действовать, воплотив слова в реальные поступки. В фильме «Таксист» Мартина Скорсиеза проникаемо и живо раскрывается тема обособленностей человека в обществе. Хотя главный герой Трэвис окружен людьми, он чувствует себя абсолютно одиноким. Видите ли, общение между таксистами существует, но оно поверхностное, лишенное глубины. Даже когда Трэвис искренне открывается перед коллегой, делится своим внутренним миром, ответ его собеседника уводит в сторону и предлагает лишь забыть проблемы, развлечься, переспать с кем-нибудь, напиться. Как сказал этот таксист, он не философ, но ведь не требуется быть ученым, чтобы показать сочувствие. Подлинная близость между людьми утрачена, заменена на мимолетные контакты, быстротечные отношения. Такое чуждение вызывает глубокое чувство одиночества. А если взглянуть на широкий культурный контекст, особенности американской культуры того времени также играют роль. Например, протестанизм, преобладающий верой в США, акцентирует внимание на индивидуализме. Ведь в нем верующему важен прямой интимный контакт с Богом. Таким образом, одиночество может быть даже ценным и даже способствовать глубокой вере. С другой стороны, Трэвис, как ветеран вьетнамской войны, сталкивается не только с одиночеством, но и с тем, что в обществе существует негативное отношение к участникам этой войны. Так, живя в обществе, где глубокое общение утрачено и одиночество часто воспринимается как норма, Трэвис становится живым символом человека, потерянного в огромном мире. Взглянем на современное общество. Социальные сети по иронии судьбы вместо настоящего общения часто создают иллюзию общности. Люди общаются с сотнями друзей, но ощущают себя одинокими. Такие быстрые поверхностные контакты редко проникают на глубокий уровень, не давая возможности установить подлинное соединение. Кроме того, современный мир ставит перед человеком множество требований и ожиданий. И когда кто-то не соответствует этим стандартам, он может чувствовать себя не на своем месте. Так же, как и Трэвис. Профессиональные неудачи, разрывы в отношениях, социокультурные неприязни – все это может вызвать чувство одиночества, даже находясь среди тысячи людей. В такое общество и вернулся Трэвис Биккл, и оно не могло не оказать влияния на его самочувствия и самоощущения. Общественная ситуация усугубляла посттравматическое стрессовое расстройство и заставляла Трэвиса чувствовать себя подавренным, отчужденным и одиноким. Трэвис Биккл – персонаж, который охвачен чувством одиночества, что множество раз усиливает его внутренние бури – тревожность, депрессию и даже бессонницу. Интересно, что он записывает свои переживания в дневник, как бы заменяя отсутствующий разговор с настоящим человеком, общением с листами бумаги, куда он изливает душу. Он почти кричит о своем одиночестве, когда намекает, чтобы эти тоже одиноки и несчастливы, хотя едва и ее знают. Мне кажется, вы одиноки. Когда я вошел и увидел вас вблизи, я понял по вашим глазам, и по тому, как вы держитесь, что вы не очень-то счастливы. Вам чего-то не хватает. Можно сказать, что вам нужен друг. Это не Бетти чувствует это. Это его собственное отчаяние и потребность к дружбе, которую он переносит на нее. В реальной жизни мы тоже нередко сталкиваемся с аналогичным чувством, когда окружающий мир кажется лишь декорациями, через которую мы, одиноки и заброшены, пробираемся в поисках истинного общения. Трэвис ищет соединение с миром везде. Он пытается завести разговор с кассиршей в кинотеатре. Как тебя зовут? Меня Трэвис. Вступает в небольшие дискуссии с коллегами-таксистами и выбирает профессию, которая хоть как-то соединяет его с другими, даже если это только краткий разговор на заднем сидении его такси. Одиночество неизбирательно. Оно может охватить кого угодно, когда разрыв между реальными и желаемыми отношениями становится слишком большим. Это чувство, как будто ты отрезан от всех, от общества, от семьи, даже от самого себя. Давайте рассмотрим одиночество через призму реального мира. Оно наступает, когда ждание человека относительно качества и количество межличностных отношений не соответствует действительности. Это горькое ощущение отрыва от окружающих людей, от семьи, от общественных связей. Представьте себе образ. Человек находится посреди толпы, каждый спешит по своим делам и лишь у одного человека облако мыслей полно разговоров с окружающими. Но несмотря на физическую близость, он чувствует себя абсолютно одиноким. Трэвис таксисти – это яркая иллюстрация этого чувства. Независимо от того, насколько много людей окружают его, он будет чувствовать себя одиноким до тех пор, пока не найдет искренние теплые отношения или не пересмотрит свое отношение к миру и людям вокруг. Ирвин Ялом, Уильям Садлер и Томас Джонсон утверждали, что чувство одиночества – это часть нашей природы. Мартен Бубер вводит понятие домашних и бездомных эпох. Пока античный мир и средние века приносили нам уют и защиту, начиная с возрождения, открытиями в науке, мир начинает казаться нам бесконечным и хаотичным. И человек чувствует себя потерянным среди вселенной и меняющихся социальных структур. Игорь Конт связывает появление острого чувства одиночества с ростом городов и индустриализации. По его мнению, внутренний мир человека стал настолько сложным и богатым, что стало невозможно делиться всеми своими переживаниями с окружающими. Но здесь важно понять разницу между истинным одиночеством, объективной реальностью нашего существования, и переживанием одиночества, когда человек внутренне ощущает себя одиноким, даже будучи в окружении людей. Взглянем на Трэвиса из «Токсиста». И его чувства не основаны на реальном физическом одиночестве, а скорее на внутреннем ощущении изоляции. Эрих Фром утверждал, что люди по своей природе не могут мириться с изоляцией. Как человек, оказавшийся в открытом море после кораблекрушения, который сдается не потому, что у него закончились физические силы, а из-за ужаса одиночества. Трэвис, похоже, ощущал себя в постоянной изоляции. Его душа была разорвана на части, что иногда приводило его к вспышкам агрессии. Эта разрозненность, возможно, была бы уменьшена, если бы у него было сообщество, такое, как группа ветеранов войны. Те, кто пережил ужасы войны, иногда ощущают себя чужими в своем собственном городе, как это было с Трэвисом в Нью-Йорке. Они сталкиваются с дверьми, которые остаются закрытыми, и чувствуют себя отделенными от общества. Хотя Трэвис не смог найти смысл среди людей, он нашел его в вере. Его убеждение в том, что Бог создал его одиноким, давало ему силы и направления. Всю жизнь меня преследовало одиночество повсюду. От него не убежать. Бог создал меня одиноким. Для Трэвиса это стало основой для поиска целей в жизни. Вера в том, что, несмотря на всю его изоляцию, он все равно не был в этом мире одиноким. Эта мысль наставляла Трэвиса на поиск смысла и целей жизни. Если он живет не без причины, то должен быть смысл в его жизни. И на его обнаружение повлияла двойственность Бикла. Трэвис противостоит дилемме, столь знакомой многим из нас. Быть частью общества или чувствовать себя вне его. Его влечение к Бетти – это желание быть частью светлой стороны мира, далекой от ночного криминала. Но поскольку он идеализирует ее и тот мир, в котором она живет, в итоге он сталкивается с разочарованием. Эта борьба между светлым и темным начинается глубоко внутри него. Пол Шреддер, сценарист фильма, считает, что Трэвис на подсознательном уровне ожидает, что Бетти отвергнет его, так как это подтвердит его собственное чувство никчемности. В то время, как она поначалу принимает его, Трэвис сам ставит себя в позицию для отказа, словно следуя какому-то внутреннему сценарию саморазрушения. Трэвис пытается примирить две стороны своей личности – желание быть частью светлого мира, который представляет Бетти, и борьбу с темной стороной, которую он видит себе и в мире вокруг. Это похоже на момент, когда он одевается в светский костюм для общества, но в глубине души сохраняет свою армейскую куртку. Эта борьба за самоопределение не нова. Философы, писатели и религиозные лидеры обсуждали ее веками. Достоевский через князя Мышкина говорил о двойственности человека, а герой Лермонтова, Печорин, размышлял о своем внутреннем «я», определяя в себе две личности. Это вечный вопрос о самоидентификации, которую каждый из нас задает себе. В этом контексте путешествие Трэвиса становится не просто историей одного человека, но и отражением универсальной человеческой борьбы за принятие себя и поиску своего места в мире. Трудно найти себя, когда сочетаешь в себе противоречивые вещи. Трэвис искал не просто контакт, но и понимание себя в шумном и многоликом мире. Желая стать частью чего-то большего, люди часто обращаются к обществу, надеясь, что в нем найдут ответы на волнующие их вопросы. Отношения с окружающими помогают формировать чувство принадлежности, что в свою очередь становится мостом между личностью и обществом. Но не менее важна и фаза интроспекции, моменты, когда мы задаем себе сложные вопросы о жизни, смысле и месте в этом мире. Трэвис боролся со своим внутренним миром, потому что чувство одиночества преграждало ему путь к пониманию своей истинной ценности. Между ощущением своей уникальности и чувством одиночества лежит тонкая грань. Пока одиночество может казаться грузом, который давит на плечи, самоосознание и понимание своего «я» открывают перед нами новые горизонты возможностей. Это шанс освободиться от общепринятых норм и установок, научиться полагаться на себя и наслаждаться своей неповторимостью. Однако путь к самопознанию не всегда прост. Он может быть болезненным, и многие предпочитают утешить себя иллюзиями, избегая глубокого самоанализа. «Если копаться в себе, гниешь заживо». Трэвис погружается в мир телевидения, кино и своих иллюзорных мечтаний, создавая в голове альтернативную реальность своей жизни. Он видит тебя успешным государственным служащим, с приличной зарплатой и, что еще важнее, в романтических отношениях с Бетти. «Надеюсь, вы здоровы и помните обо мне. Надеюсь, никто не умер. Не волнуйтесь за меня. Придет день, вы услышите стук в дверь, и это буду я. С любовью, Трэвис». Этот мир выдумок – его попытка адаптации к гражданской жизни после войны. До службы на фронте у Трэвиса, возможно, не было стойкой профессиональной идентичности. И после возвращения домой, несмотря на свой опыт из шрама боев, он ощущает себя не на месте, сталкиваясь с тем, что общество видит его сквозь призму молодости и неопытности. Его армейская куртка в Нью-Йорке становится символом его упорства в нежелании отпустить военное прошлое. По возвращению в мирную жизнь Трэвис пытается адаптировать свой военный опыт к городским реалиям, но обнаруживает, что общество не готово его принять. Когда человек не может найти свою, например, профессиональную идентичность или определить свои жизненные цели, он также может столкнуться с непониманием общества. Многие молодые люди в современном мире сталкиваются с дилеммой профессионального выбора. Не решившись на конкретную работу когда-то или не найдя свое истинное призвание, они могут почувствовать тебя потерянными и решить пустить все на самотек. Надеюсь, что время принесет ответы. Однако, дав уступку бездействию и не освоив какой-либо конкретный навык или профессию, такие молодые люди рискуют оказаться в сложной ситуации. Когда желание найти свое место в жизни вновь просыпаются, они могут столкнуться с тем, что общество смотрит на них скептически. Работодатели часто предпочитают тех, кто знает, чего хочет и идет к своей цели, а не тех, кто просто плывет по течению. Взгляды окружающих, их сомнения и предвзятости могут стать серьезным испытанием для человека, который и так чувствует себя неуверенно из-за отсутствия профессиональной определенности. В итоге эта внешняя нагрузка усиливает внутренние сомнения, создавая ощущение замкнутого круга, из которого сложно найти выход без внешней поддержки или сильного внутреннего стимула. Оставшись психологически на военной стороне баррикад, Трэвис решает проблему единственным знакомым ему способом, прибегая к силе. Надо стать таким, как другие люди. Ощущение одиночества и непонимания со стороны общества только усиливает его агрессивное отношение к окружающему миру. Хотя вначале он пытается выразить свое недовольство мирными методами, делая попытки обратить внимание к кандидата на проблемы города. Надо очистить этот город. Он похож на сточную канаву. Иногда я задыхаюсь от вони. Голова просто раскалывается. Новый президент должен разгрести этот мусор. Надо спустить всю эту падаль в унитаз. Вскоре Трэвис осознает, что для реализации своего внутреннего стремления к очищению ему придется действовать самому. Пытаясь нести порядок в городской хаос, Трэвис непреднамеренно разжигает еще больший пожар жестокости, становясь носителем бурной революции против гнетения. Запомните, ублюдки, сукины дети. Перед вами человек, которому все надоело. И он начал борьбу с грязью, мерзостью, развратом, дерьмом. Он далек от стереотипов супергероя, ибо вместо того, чтобы спасать, он взрывает статус-кво, заметив несправедливость. Встреча с 12-летней проституткой Айри смогла бы закончиться для него актом спасения, увезя ее на такси к родным. Но Трэвис выбирает путь мести, решив уничтожить тех, кто эксплуатировал девочку. Ведомый глубинным желанием увидеть мир чище и более справедливым, Трэвис, тем не менее, действует из позиции разочарования, ненависти и чувства исключительности. Эта взрывная смесь чувств проистекает от его восприятия мира, где он, несмотря на постоянное общение, ощущает себя невидимым. Исключением становятся лишь редкие моменты общения с такими людьми, как Бетти и Айрис. Через эти отношения мы начинаем углубленно понимать сложную натуру Трэвиса, его глубокое желание связаться с миром, который, как он чувствует, отверг его. Неудачные попытки построить связь и донести свою точку зрения обращают его в еще более крайние формы выразительности, где он пытается найти отклик и понимание. Подобно тому, как Трэвис пытается найти понимание у Бетти и Айрис, многие из нас ищут глубокие искренние отношения, чтобы разделить свои переживания, опасения и радости. Но иногда сталкиваются с непониманием или предвзятыми мнениями, что может еще больше усилий чувств одиночества. Реакция Трэвиса на окружающий мир – это его способ борьбы с несправедливостью, которую он видит вокруг. В реальной жизни люди также ищут путь выразить свою фрустрацию и недовольство. Некоторые обращаются к искусству, другие – к социальной активности. А третьи, к сожалению, могут выбирать путь агрессии. Важно осознавать и признавать свои чувства, искать пути выразить их и находить источники поддержки. Ведь, как показывает история Трэвиса, игнорирование своего внутреннего мира может привести к драматическим последствиям. Трэвис проживает свою жизнь в громком крике тишины. Его жажду внимания лучше всего иллюстрирует вырезка из газет, которую он выставляет всем на показ. В этих статьях он, наконец, становится тем, кем всегда мечтал быть – героем в глазах мира. Люди – источник его привязанностей. Несколько пронзительных взглядов на Бетти, и вот он уже поглощен ей, так, как будто они знали друг друга вечность. Я несколько раз звонил ей, но после первого разговора она не подходила к телефону. Я послал ей цветы, но это не помогло. Трэвис влюбился не столько в саму Бетти, сколько в созданный им образ. Сначала он видел в ней почти святую. Она была в белом платье. Она появилась как ангел. Среди всей этой мерзости. А затем испытал зачарование, когда иллюзия рассеялась. Запомни, ты в аду, и ты погибнешь в этом аду вместе с другими. Прекрати, я вызову полицию. Ты такая же, как все. Вероятно, это разочарование послужило одной из причин его желания поразить Палантайна. Бетти была частью политической кампании Палантайна. И пока Трэвис обожал ее, он безоговорочно поддерживал сенатора. Я ваш сторонник. Сэр, я буду говорить всем пассажирам, чтобы голосовали за вас. Трэвис живет миром контрастов. Либо он всем сердцем передается чувствам, либо полностью их отвергает. Словно жизненные весы, которые никогда не находят равновесия. Как и многие из нас в реальной жизни, Трэвис стремился к принятию. К тому, чтобы его поняли и услышали. Вначале он слепо следовал мнению Бетти, веря в ее выбор. Но когда эта вера была предана, его мир рухнул. Ему тяжело было определиться со своим мнением, потому что для этого нужно было отделиться. А для Трэвиса подобное отделение означало одиночество и болезненное чувство потери. Он недостаточно повзрослел, чтобы принять мир. В Трэвисе есть бунтарство и максимализм подростка. Для взросления необходима социализация, адаптация в мире и при этом чувство защищенности, которое дает им я. Безусловно, Трэвис не асоциальный, но близких глубоких связей для полной социализации у него нет. А дать самому себе чувство защищенности и безопасности он не может. Когда он собирается спасти Айрис, то таким образом пытается помочь и себе. Им обоим не хватает близости и ощущений себя нужными и любимыми. Он желает ей добра и хочет вызволить из рабства. Но Айрис нуждается не в рациональном объяснении, а в эмоциях и ощущениях. И сутенер Мэтью может закрыть ее потребность в близости. Он готов обнять Айрис, вознести ее. Мне так хорошо, когда ты рядом. Поверь, я люблю тебя так, как никто и никого не любил. Мартин Скорсьезов утверждал, что идея сцены Мэтью и Айрис была в том, чтобы показать, насколько серьезно сутенер относится к девочке. И она чувствует это отношение. Момент возвращения Айрис к родителям выставляется как камень преткновения, наводящий на мысль о несоответствии кадров реальности. Несколько моментов этому способствует. Первый – состояние Трэвиса, которое эдетично тому, каким он был на старте картины. Внешне и психологически уравновешен. Затем следует учет времени. После полученных ранений он бы вряд ли столь быстро восстановился, учитывая, что до выборов осталось всего 17 дней. К тому же непонятно, как человек, совершивший несколько убийств, мог стать героем в глазах общества, а не получить тюремный срок. Более того, после всего пережитого, Трэвис продолжает обычную жизнь в роли таксиста. И его окружение ведет себя так, словно ничего и не произошло. Казалось бы, все идет вразрез с реальностью, которая не переставала тяготить героя весь фильм. С другой стороны, Скорсьезе и Шреддер утверждали, что Трэвис не умирает. И все показанное – это невымышленные события. Ведь его могли оправдать на суде, часть общества могла видеть в нем героя, а Айрис, избавившись от влияния Мэттью, могла действительно вернуться домой. Возможно, после того, как Трэвис освободился от своей накопившейся агрессии, он нашел в себе силы для внутреннего спокойствия. Таксист Мартина Скорсьезе – это калейдоскоп смыслов и интерпретаций. Фильм рассказывает о человеке, потерянном в большом городе, который пытается найти себя среди асфальтовых джунглей Нью-Йорка. Главный герой, исполненный Робертом Де Ниро, Трэвис Биккл, ощущает на себе давление общества, равнодушие и безнравственность. Он не просто ищет свое место в этом хаосе, он пытается изменить мир вокруг. Но ирония в том, что, желая очистить улицы от порока, он не видит своих внутренних демонов. Трэвис – символ многих людей, которые чувствуют себя отверженными и непонятными. Его одиночество, военное прошлое и потребность признаний подталкивают его к экстремальным действиям. Он противоречивая личность, искренняя верящая, что делает правильный выбор, не осознавая, что разрушает себя изнутри. С одной стороны, Трэвис отвергнут обществом, и он чувствует себя изгоем. Но с другой стороны, его желание быть замеченным, ценным членом социума, сталкивается с реальностью, где он постоянно игнорируется. Его бунт – это не просто крик о помощи, это жажда изменить социальные нормы, чтобы он смог стать частью их. Но в этой борьбе за признание и понимание он теряет себя, вновь оказываясь один на один со своим одиночеством. В таксисте Мартина Скорсьезе перед нами стоит зеркало, в котором отражаются темные стороны нашей личности. Каждый из нас в какой-то момент жизни мог столкнуться с ощущением одиночества, отчужденности или непонимания со стороны окружающих. Трэвис Биккл – это экстремальный пример того, к чему может привести усиление этих чувств. В реальности многие из нас скрывают свои страхи, комплексы, недовольство с собой или миром вокруг. Мы боимся выглядеть слабыми, уязвимыми или странными. И иногда наша потребность признания или понимания становится настолько острой, что мы готовы на все ради внимания, даже если это вредит нам или другим. Многие люди, ощущая давление или стигматизацию со стороны общества, начинают отшучиваться, уходить себя или даже проявлять агрессию. Вместо того, чтобы искать пути адаптации, люди иногда выбирают путь наименьшего сопротивления, изолируют себя, становятся замкнутыми или враждебными. Эти действия вместо облегчения ситуации только усугубляют чувство одиночества. Ситуация с Трэвисом напоминает тот момент, когда, будучи в глубокой яме, человек продолжает копать, вместо того, чтобы искать выход. Его реакция на оторжение, агрессия и решимость. Что-то исправить вокруг, даже если это ведет к деструкции. Вместо того, чтобы искать пути соединения с миром, он выбирает конфликт. Подобные моменты в жизни могут проявиться в различных формах. С зависимости, агрессивном поведении, замкнутости или даже депрессии. Неумение управлять своими чувствами и понимать свои реальные потребности часто приводит к тому, что мы становимся заложниками своих же демонов. Суть в том, что встроенные механизмы защиты, которые должны были бы нам помочь справиться с трудностями, иногда оборачиваются против нас. Важно осознавать свои слабые стороны и работать над собой, как бы это банально ни звучало, чтобы не позволить внешнему миру определять нашу жизнь. В конечном итоге, только понимание себя и искренний диалог со своим внутренним я позволяет нам находить гармонию и баланс в сложном мире. В связи с этим хочу вам предложить пройти лабиринт эмоций. Это что-то вроде образовательного квеста, который я разработал буквально недавно и сейчас впервые анонсирую его здесь, потому что, как мне кажется, именно в этом выпуске он будет уместен. Это не курс, где вы смотрите обучающее видео, это погружение в онлайн-лабиринт, метафору, которая поможет вам изучить себя, свои эмоции и эмоции окружающих. И этот путь должен помочь вам в изучении своего внутреннего я и как наладить контакт с окружающими через их эмоции. Каждый коридор — это новая эмоция. Каждый поворот — непрочитанное чувство. Предлагаю погрузиться в мир человеческих эмоций, распознавая и анализируя их, чтобы найти выход из лабиринта. Не хочется рассказывать все, что вас там может ждать, поэтому предлагаю перейти по ссылке в описании и впитать этот опыт самим. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok